Кинологов знаем, ветеринаров знаем. А кто такие зоопсихологи? Поговорим сегодня об этом с моей коллегой Ниной Сергеевой Чеплановой. Итак, мы получили много вопросов на тему зоопсихологии от наших подписчиков, от наших друзей. И мы разделили эти вопросы на три видео. В первых двух видео мы поговорим с вами о кошках, а в третьем – о собаках. Сейчас на помощь хозяевам и домашним животным приходят специалисты-зоопсихологи, которые помогают воспитывать домашних питомцев, дрессировать и создать благоприятную атмосферу, при которой питомец будет хорошо себя чувствовать в семье. И мы с вами поговорим о том, как присутствие домашнего животного влияет на отношения в семье. И начнем мы с вопросов наших подписчиков о том, как нормализировать поведение кошек, как сделать так, чтобы кошка не испытывала стресс, и что нужно сделать, если вы уезжаете. Что лучше сделать – оставить дома домашнего питомца с кем-то из знакомых или взять его с собой. Всем добрый день! С вами я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог, специалист по отношениям. И сегодня наша тема – зоопсихология. И с нами моя коллега Анина Сергеевна Чепланова. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Чепланова Анина Сергеевна. Я зоопсихолог с ветеринарным образованием. Закончила ветеринарную академию в Санкт-Петербурге. И закончила курс по зоопсихологии от Международной школы по поведению животных «Зообурл». И первый вопрос – кто же такие зоопсихологи? Существует мнение, что зоопсихологи будут работать непосредственно с домашним питомцем. И даже некоторые думают, что они принесут его в кабинет, собачка ляжет на кушетку, и вы будете с ней работать. Так ли это? Да, на самом деле есть такое мнение. Зоопсихология – это достаточно новая наука, хотя существует достаточно длительное время. На самом деле, зоопсихология – это наука, которая объединяет в себе ряд других наук. Она тесно связана с этологией наук и о поведении. Также у неё есть тесная связь с ветеринарными направлениями, такими как дерматология, эндокринология, неврология, нефрология. То есть здесь можно говорить очень долго. Сам процесс одомашнивания домашних животных, мы знаем, что он был длительным. Если брать, допустим, собак, то здесь идёт больше именно выработка каких-то определённых навыков. То есть собаку изначально брали для чего в дом? Для того, чтобы она охраняла и помогала на охоте. С кошками всё обстоит немножко по-другому. Да, кошки пришли сами. Их просто подкрепляли, когда они ловили мышей, для того, чтобы оберегать зерно. В результате этого мы говорим о том, что у них разная социальная структура. То есть если, допустим, у собаки она больше связана с человеком, то кошка, она приверженна своей территории. Кошка гуляет сама по себе. Да, вот именно так. И когда у кошки возникают какие-то изменения в её территории, это может вызвать стресс. Давайте вспомним, что такое, собственно, стресс. Стресс – это ответная реакция организма на какие-то внешние раздражители. То есть получается так, что для кошки важна её территория, да? Она привыкает к этой территории, а для собаки важен человек. Она привыкает именно непосредственно к человеку. Да, на самом деле это так. Поэтому если мы кошку берём с собой в путешествие, для неё, вероятно, это стресс. Конечно. Чтобы кошку взять в путешествие, здесь нужно пройти ряд подготовительных этапов, чтобы она чувствовала себя комфортно. Вот как раз у нас есть такой запрос от нашей зрительницы, от нашей знакомой Эли Улановой, флориста, которая задаёт вопрос по поводу того, брать ли с собой кошку, когда они едут в путешествие, либо оставить её дома. Давайте послушаем её вопрос. Добрый день. Я несколько раз сталкивалась с тем, что врачи-ветеринары называют причиной заболевания стресс. Отсюда вопрос. Какая ситуация может быть стрессовой? Второй вопрос мой вытекает из первого. Касается отпуска. Если мы уезжаем, что будет для кошки комфортнее? Если мы её оставим в гостинице? Если мы её оставим дома с тем, чтобы кто-то пару раз в день её навещал? Либо, может быть, взять её с собой, если это поездка на машине? Опять же, дальняя дорога тоже может быть стрессом. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Это мой питомец Марсель. Ему 12 лет. Сниматься он не любит, поэтому мы его отпустим. По роду моей деятельности мне приходится очень часто выезжать на гастроли. И котик вынужден оставаться один, без хозяйки. Я использую несколько способов, когда выезжаю. Иногда к нему приходит соседка кормить его два раза в день. Иногда его забирают к себе мои дети. Иногда, если я надолго уезжаю, я отвожу его в другой город к маме. Я понимаю, что это очень сильный стресс для животного. И в анамнезе у него, к сожалению, уже диапатический цистит. Но по-другому никак нельзя. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Как можно снизить стресс для животного в мое отсутствие? Возможно, есть какие-то хитрости. Может быть, есть какие-то способы. Может быть, есть какие-то препараты. Я буду благодарна за любой совет. Спасибо. Заранее за ответ. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Какими способами можно помирить котов, если они конфликтуют уже на протяжении многих лет? Добрый день. Отвечаю на ваш вопрос. Что для кошки является стрессом? И что будет лучше для кошки? Это взять ее с собой, оставить ее в зоокостинице или оставить ее в дону на период вашего отпуска. Для начала мы рассмотрим, что такое, в принципе, стресс. Стресс – это напряженное состояние нервной системы, которое возникает на внешние раздражители. У кошек стресс не только эмоционального состояния, но также при длительном воздействии различных раздражителей он может вызвать в уборке изменений во внутренних органах и систем. Стресс-факторы делятся на четыре основные группы. Это психологический фактор, это физический, химический и биологический фактор. Психологический фактор – это самая большая группа, которая вызывает эмоциональный стресс у кошек, где происходит перевозбудение нервных центров головного мозга. К ним можно не отнести – это переезд животного, это поездка в транспорте, это риск смены окружающего климата, это новые животные дома, отсутствие хозяина и многие другие. Степень проявления нам может быть тоже разной, то есть будет зависеть все от того, что также от типа нервной системы. То есть у одной громкий звук, он вызовет сильный избок, а у другой, другая может продолжать спать. А также степень проявления стресса, она будет зависеть от привычки. Например, если с детства возить котенка в транспорте, то в принципе для него различные переезды, она не будет являться стрессом. К химическому фактору, то есть это относится любые ядовитые раздражающие вещества, то есть это могут быть и бытовая химия, и лекарства, это могут быть ядовитые растения, даже табачный дым и запах алкоголя, он может вызывать, например, нервозность у животного. К физическим факторам это, как правило, относится к воздействию внешних температур, например, ожоги или, скажем, переохлаждения, тепловой удар, это будет относиться к физическим факторам. Биологические факторы, это может быть длительное голодание, это могут быть истощение, переедание и инфекции любой теологии. У каждого животного они могут быть сильными или слабыми. Все будет зависеть, опять же, от нервной системы и от фазы течения болезни. Первая фаза – это фаза мобилизации, или так называемая реакция тревоги. Ее, как правило, легко упустить. Она проявляется, это потеря аппетита, это либо, наоборот, чрезмерное поедание пищи, это учащенное дыхание, повышение тяги, чистоплотности. Иногда даже бывает, животные вылизывают себя до такой степени, что появляются какие-то пропрешины. Это могут быть различные мяукания, это могут быть слюнотечения, вплоть даже до диареи. Вторая фаза – это фаза адаптации или резистентности, когда состояние нормализуется, убирается, то есть тресс-фактор, и состояние вернулось в голову. То есть она называется стадией выздоровления. Третья стадия – это стадия истощения, когда действие раздражителя, оно продолжается, защитная система организма у животного, то есть не справляется с этой нагрузкой. Это, как правило, характеризуется апатией или какими-то функциональными расстройствами головного мозга и может привести вплоть до ингибели животного. Как же лечить этот стресс? Стресс лечения подбирается для всех животных индивидуально. Одному достаточно просто исключить стресс-фактор и идет выздоровление. Другому приходится давать либо успокоительные, снотворные, либо психопробные препараты, чтобы скорректировать его поведение. Также в лечении стресса используют различные ароматерапию, фидиотерапию или фитотерапию. В период выздоровления обязательно необходимо животному. Это нужна ласка, забота, то есть больше уделять вниманием. А также нужно не только прибегать к помощи ветеринарного врача, но и к помощи зоопсихологов, который сможет скорректировать фобии вашего питомца. Это, например, боязнь людей, это боязнь громких звуков и другие такие подобные состояния. Если вы вдруг знаете, что вам, что животным придется столкнуться с этими стресс-факторами, например, у вас предполагается поездка на дальние расстояния или посещения врача, а также приходу гостей, то рекомендуется задавать успокоительные препараты накопительного действия. Которые препараты вам поможет подобрать дозировку. Это ваш личный врач. Ну и перейдем ко второй части нашего вопроса. Где будет лучше животным? Остаться дома в зоогостинице или взять с собой на время вашего отпуска? Все перечисленное для вашего животного это будет являться стрессом. Но я, как врач, я, конечно, категорически против, если вы животного будете оставлять дома одного. Причины могут быть какие? Ну, начнем с питания. Как правило, животное в период вашего отсутствия кормят сухими кормами. Корм – это хорошо сбалансированное питание. И казалось, что может быть такого опасного, что мозг вызвать этот корм. А может быть следующее. При нарушении, например, тепловых режимов, то есть корм может выделять зыр, который может окисляться и обсеменяться различными растительными грибами. То есть то, что может вызвать, например, отравление во время вашего отсутствия. Что еще может быть? В отсутствии хозяина некоторые животные и кошки, они могут отказываться от еды, от воды. Они перестают играть, больше сидят, то есть на одном месте. Это тоже может привести к различным физиологическим и каким-то функциональным расстройствам. Следующее, что с вашим уходом ваши хвостатые разбойники, они с радостью могут залезть на стол, доесть ваш, например, завтрак, закусить аквариумными рыбками. У меня был случай, когда в отсутствии хозяина кошечка упала в аквариум и выбраться оттуда не смогла, и так и погибла. Забытая, например, катушка ниток, она тоже может привести к очень печальным последствиям. И много таких примеров, которые можно привести, что может случиться, когда животное остается без хозяина, без присмотра. Потому что вовремя не оказанная помощь она может привести к гибели животным. И если, скажем, нет возможности доверить питомца близким, то советую воспользоваться зоогостиницей, там работают зоопсихологи, которые помогут снять стресс на время пребывания вашего животного. И животное будет постоянно находиться под присмотром, он будет вовремя накормлено, там, где с ними поиграют, за ними приберут. Либо забирать такое животное с собой в отпуск, но предварительно, то есть выпаивая, и за несколько дней успокоительные препараты. Ну вот в целом все. Спасибо, будьте здоровы! Здравствуйте! Я ветеринарный врач, терапевт, репродуктолог Нинатол Крашковская Анна Сергеевна. Работаю в сети ветеринарных центров слон и прозвучал очень хороший и актуальный вопрос касательно стресса. Да, действительно, стресс может являться толчком к различным заболеваниям и хроническим, и в целом системным. Подвержены данным стрессу, абсолютно все породы кошек, а среди собак чаще, конечно, мелкие породы. Если мы с вами говорим, что же может послужить толчком для вот этого стресса, то абсолютно любые вещи, особенно если мы рассматриваем кошек, то для нас, казалось бы, абсурдные вещи. Ко мне, как врачу-терапевту, на приём часто приходят кошечки с проблемами мочеиспускания. Часто. И когда ко мне приходит такой пациент, мы анализируем очень внимательно его жизнь в течение последних двух-трёх недель перед инцидентом. И он спрашивал абсолютно всё у владельца. Начиная от того, была ли перестановка лотка, менялся ли наполнитель, менялись ли местами вообще перестановка дома, организация быта, пространство, режимы у владельцев, были ли какие-то гости, праздники, детки, может, появление детей в доме. Все эти вещи могут привести к стрессу. И тут бы моя рекомендация как врача была бы для владельцев строго-настрого лучше не допускать и предупреждать. Что это значит? Если вы понимаете, что ваш питомец очень неустойчив к стрессу, он не любит чужих людей, он не любит лишнего прикосновения, он очень насторожен относится к любым звукам, и вы понимаете, что если что-то поменять, то для него это будет стрессом, то к такому нужно готовиться. Я рекомендую давать препараты успокоительные, они есть различные, на основе травок, фенипутов, боя серьезные, вам их можно назначить врач. Для этого даже не обязательно ходить на прием с животным, а можно в виде консультации получить и получить рекомендации. Также следующий вопрос вытекал из первого, что касательно поездок, брать питомца с собой, либо останавливаться у гостиницы. Здесь нет четкого ответа. Как и в первом вопросе, мы всегда смотрим индивидуально, но опираемся на наши возможности. Если вы понимаете, что ваш питомец, котик, да, вам про котику вопрос, очень к вам привязан, он очень вас любит, и вы понимаете, что разлука с вами для него и для вас будет стрессом, и если вы, как владеец, в состоянии организовать ему хороший трансфер, то есть он будет ехать с вами в комфортных условиях, ему не будет ни жарко, ни холодно, у него будет пространство, вы сможете предложить ему водичку во время, сможете как-то его отличь, погладить, он расслабится, у вас будет с ним контакт, и место, куда вы приедете, вы тоже сможете организовать пространство для него, тогда, конечно, я рекомендую взять питомца с собой. Но если мы говорим о том, что вы понимаете, что стресс для него, переезда будет, поездки вообще в целом, очень глобальный, и легче его оставить дома и вообще никуда не везти, но при этом человек, который будет приходить, осведомлен об интересах вашего питомца, даст ему двигательную активность, поменяет лоточек вовремя, подосыпит корма вовремя, и не будет делать вещей, которые ему неприятны, то лучше, конечно, оставьте дома. Про выбор зоогостиницы, это очень интересный момент, зоогостиницы, это прекрасное место, если там организованы прекрасно правила септики, антисептики, и идёт учёт, нет включенного содержания животных, где бесконтрольно они общаются, и зоуняни, которые работают с питомцами, учитывают интересы. Это если вы отдаёте в гостинице своего питомца, и говорите ему о том, что наш питомец не любит, когда его трогают чужие, он не любит ласку, он к нам приходит только, когда он хочет. Это значит, что ваш питомец должен содержаться не в боксе, в коробке, а в хорошем, просторном помещении, да, они отделяются обычно заграждениями, где он может перемещаться сам в пространстве, а не сидеть там за кубырином, и где зоуняни, которые за ним смотрят, не будут уделять ему лишнее, ненужное для него внимание. И если наоборот, ваш питомец очень любит ласку, контактный, и вы решили отдать его зоу гостинице, вы говорите, что обязательно почесать за ушком, обязательно погладить. В этом случае выбор стресса зоу гостиницы. Подытожим. Всегда подходим к вопросам стресса, предстоящего индивидуально. Стараемся максимально оградить нашего питомца от воздействия этого стресса. Иногда у полученного стресса будет отложенный эффект. Вот здесь мы его получили. Нам кажется, что силовая нас понесла. Проходит 2-3 недели, и мы видим нарушение системное у животного. У котика особенно. Поэтому здоровье наших питомцев в наших с вами руках, руках владельцев. И ваша задача как владельца максимально сделать для ваших питомцев благоприятную атмосферу, благоприятные условия. Берегите себя и своих питомцев. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Мы посмотрели 2 видео от наших подписчиков. Они практически на одну тему. И обсудим ответ на этот вопрос. Да, на самом деле, здесь лучше оставить животное дома со знакомым человеком. Это будет менее стрессово для питомца. Здесь надо помнить о том, что кошки живут у нас в 3D-пространстве. И им дополнительно нужны полочки, лазилки различные, для того, чтобы они были заняты в то время, когда нет людей. Также можно устроить небольшой квест по различным частям дома, оставить лакомства, чтобы кошка искала. Так будет удовлетворяться и хопотничий инстинкт, и, соответственно, плюс физическая нагрузка. Существует ещё такое мнение, что кошки либо коты имеют такую возможность забирать болезнь своего хозяина. Как вы к этому относитесь? У меня у самой был такой случай, когда заболел мой кот. Вернее, как, мы его взяли здоровым, привезли на дачу. Через какое-то время мы его забрали. Он прожил очень долгое время. Неделю для него это было долго. У папы выявили болезнь, онкологию, и он себя чувствовал очень плохо. Когда мы приехали забирать кота, кот выглядел здоровым. Папе резко полегчал, а кот заболел. Привезли его в Краснодар, уже обратно со станицы, и он чувствовал себя плохо, реально начал плохо дышать. Тяжело ему было, он кашлял, и мы привезли его в ветеринарную клинику «Слон». Там уже буквально последние минуты он прожил, взглянул на нас, вздохнул и ушел в мир иной. Есть такое ощущение, что он как будто забрал болезни моего отца. Хотя в клинике сказали, он уже у вас болел давно, скорее всего было что-то с легкими. Но вот так бывает, не знаю, к сожалению или к счастью, когда животное забирает на себя болезни своего хозяина. Ну, однозначно сказать, я не могу, если это такое. Но бывают такие случаи. Такие случаи, это не поддаётся никаким психологическим объяснениям. То есть такое бывает, я думаю, что это имеет место. Ещё я хотела рассказать про агрессию нашего кота, причём он её никогда не проявлял, как только мы ругались между собой или громко кричали на своих детей. Кот как будто бы защищал, он начинал кусать и меня, и моего супруга. То есть он проявлял агрессию непосредственно на нашу агрессию. Это нормальная реакция? Вообще, да, на самом деле нормальная реакция, потому что, как говорят, наказывать нельзя. И сейчас развивается вот это направление, которое именно направлено на то, чтобы стать друзьями со своим питомцем. Когда мы проявляем агрессию к питомцу, он воспринимает агрессию ещё с большей силой, и, соответственно, он нам даёт ответный результат. То есть вот ты так, соответственно, я должен показать, что я... Я сильнее. Я сильнее, да, я тоже так могу. Я тоже так могу, да. Считается это нормальным, да? Да. Эльвира, а как вы считаете, вот если, допустим, пара решает взять в семью животное, это как-то повлияет на их отношения в будущем? Это очень хорошая практика. Спасибо за вопрос. Когда молодая пара берёт воспитание собаку или кошку, возможно, ещё они пока не готовы к тому, что у них будет ребёнок, они как будто тестируют себя. Смогут ли они ухаживать, смогут ли они столько времени уделять этому домашнему животному, как он вообще повлияет на их отношения. Потому что, как мы знаем, домашнее животное забирает много сил, мы тратим на него свою энергию, тратим время. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, он вносит в нашу жизнь определённое разнообразие. Кошки умеют каким-то образом создавать уют. И это, можно сказать, как замена несуществующему ребёнку, тому ребёнку, который ещё пока не пришёл в их семью. Возможно, это такой первый этап привыкания, когда нас будет трое. Потому что, как говорится, системная семейная терапия, сама по себе пара, то есть диада, так называемая, когда парень с девушкой живут вдвоём, она неустойчива. Эта система неустойчива, она всегда стремится к триаде, к тому моменту, когда их будет трое. Но пока этого третьего нет, третьим становятся домашние питомицы. Это тоже очень хорошо. Понятно, что он не может заменить ребёнка. В любом случае, элементы воспитания, уживания мы проходим, как этапы развития семьи. А вот, допустим, если появился ребёнок, соответственно, всё внимание будет уделяться больше ребёнку. Как вы считаете, стоит ли забывать про своего питомца? Или всё-таки нужно как-то гармонично строить отношения внутри семьи, вот уже с появлением ребёнка? Конечно, нужно учитывать, что изначально у вас был домашний питомец, он тоже нуждается в любви, внимании, в заботе вашей. Естественно, он будет какое-то время ревновать, он будет притягивать внимание на себя и говорить, ну что ж такое, как будто бы, да, говорите вам, но как же я, да, обратите внимание на меня, и может его поведение даже слегка измениться. Нельзя забывать о домашнем питомце, но нужно как-то его социализировать, дать ему возможность адаптироваться с новым участником, с новым членом вашей семьи, подружить их, если так можно сказать, да. Нельзя оставлять его без внимания, потому что, я так понимаю, что это тоже будет стресс для домашнего животного. Ну да, конечно. Нина Сергеевна, скажите, что может быть поводом для обращения к зоопсихологу? Ну, изначально, беря животное в дом, мы должны понимать, что мы берем живое существо. То есть, изначально, неважно, это кошка или собака, мы должны подготовить свой дом для нового питомца, да, и мы берем ответственность за живое существо. Поводом обращения к зоопсихологу может служить резкая агрессия, которая направлена будет на людей, на других животных. Также это может быть нечистоплотное поведение, допустим, кошка стала ходить мимо лотка. Также это может быть неумение вести себя при посторонних людях. То есть, если мы решаем взять животное с приюта либо с улицы, перед визитом к зоопсихологу рекомендуется сначала пройти обследование у ветеринарного врача для того, чтобы исключить какие-то медицинские проблемы. То есть, мы должны более ответственно подходить к этому моменту? Конечно. Да, потому что этот член семьи, он со своим характером, со своими, возможно, привычками. Если это животное из питомника, мы должны понимать, что мы будем воспитывать его, приучать его, возможно, к новому туалету, к новой среде обитания, и к нашим правилам, к нашему режиму дня, ему придется с этим считаться. И это наша задача – воспитать и социализировать наши домашние животные. Да, вы совершенно правы. Перед тем, как взять животное, вообще рекомендуется подготовиться к тому, что у нас появится новый член семьи. То есть, это нужно обеспечить всем необходимым. Плюс для того, чтобы питомец легче привыкал, если мы, допустим, берем от заводчиков или от друзей, можно какие-то вещи, которые в дальнейшем будут использоваться, поместить в то место, где он сейчас находится, чтобы он привыкнул, чтобы он запомнил этот запах. И это позволит ему адаптироваться гораздо быстрее в новой семье. Также рекомендуется, перед тем, когда мы его заберем, фактически сразу устанавливать правила, которые мы хотим привить. Это касается, в частности, собак. То есть, бытует мнение, что собаке нужно освоиться неделю-две, грубо говоря, лучше дать ему поменьше времени и побыстрее начать уже именно выработку тех навыков, которые мы хотим, чтобы закрепились. Сейчас мы послушаем мнение от руководителя зоогостиницы. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я очень рада, что вы пригласили меня опять на некоторые вопросы. Начну с вопроса о том, как подружить котов, которые конфликтует на протяжении многих лет. Наверное, стоит отметить, что подружить — это такое лучшее, но, наверное, смелое заявление. В наших силах и наша цель должна быть свести к минимуму все агрессивные моменты. Ну и этого будет более чем достаточно, если мы локализуем нападения, крики, драки. Это уже очень большой плюс. Придерживаемся определенно в прайбл, и до автоматизма это дойдет уже и у хозяев, и питомцы со временем поймут, в чем мы хотим от них ломиться. Наверное, главное, что я хотела бы отметить, это кормление животных вкусностями, когда они находятся вместе в одном помещении. Поощрение такое. Также они могут друг друга обнящивать, не проявляя агрессии. Вот та же самая история. Обязательно поощряйте их. Также важным, наверное, еще более важным моментом являются вещи котов должны быть у каждого свои индивидуальные. Обязательно это касается лотков, мисок, когтеточек или жанок, мест отдыха. Даже если у вас есть вертикальная когтеточка и горизонтальная, что абсолютно вообще идеально в семье с котами, в данном случае их должно быть по два. То есть две как теточки вертикальные, две резонтальные. Два лотка, как минимум. Две лежанки. Миски, ну, соответственно, в зависимости от того, сколько мисок у каждого кота. То есть если, допустим, два комплекта мисок, то по два у каждого, три, то по три у каждого. Приобретите игру в core, какую-то одну или дырья, чтобы они были общие. И давайте вместе играть. Это будет тоже очень хорошим положительным плюсом для них. Также всегда рассекайте the wall of racer. Если начинается конфликт, вы его запечаете. И, допустим, это очень забавно смотрится со стороны, что там они как-то рычат, шипят, как-то ёршатся, как ёжики. Ни в коем случае не наблюдайте и не доводите это до драки. Тут же разнимайте по разным сторонам, разносите по разным комнатам, по разным углам. Вообще абсолютно идеальный вариант иметь фавилизатор под рукой. Тут же брызгают, и они разбегутся сами. И поймут, что, ну, с вашей стороны это не смешно. Вы это не поощряете. Вы наказываете из-за этого. Уделяйте также равное количество времени потомцам. Не провоцируйте ревность друг к другу. Как-то всё-таки следите за тем, чтобы не было любиться. И второго. Вы любите одинаково. Обязательно. И последним я бы назвала, только такую рекомендацию, всё-таки места отдыха и места приема пищи должны быть отдельно. И постарайтесь, чтобы путь от места отдыха к месту приема пищи у них не пересекался. Ну, как-то так вы распланируйте, поставьте. И поверьте, если вы будете придерживаться этих правил, то со временем не сразу. Проявите терпение. Но со временем вы заметите, что взаимоотношения ваших конфликтующих питомцев, они станут лучше. Удачи вам, терпения. И следующий вопрос про стресс и про то, как быть с питомцем, куда его пристроить на время отдыха. В самом деле, очень интересная тема, и можно, наверное, на протяжении получаса рассуждать, не охватить всю эту тему. Но я постараюсь как-то очень лаконично со своей стороны. Стресс, что это такое? Это очень нехороший... Стресс — это очень нехороший такой недруг не для человека, не для кота, не для собаки. Стресс — это то, что мы должны всегда минимизировать. Для кота стрессом может быть тоска по хозяину. Определённый это стресс. Чувство страха для кота — это очень сильный стресс. Что-то новое для кота может быть стрессом, если он очень чувствителен. Также ревность. К члену семьи и к другому, как у... Это тоже стресс. Стресс ведёт к обнажению, так скажем, хронических заболеваний, либо к появлению новых заболеваний. Это доказано, это факт. То есть мы всегда стараемся минимизировать любой стресс для питомца на вашем. Что же делать? Если мы хотим в Индефате, это нормально. А питомца... За питомца тоже переживаем, мы не хотим его навредить. Есть прекрасно озвучено было три варианта. Это либо взять его с собой в путешествие, либо оставить дома и попросить кого-то за ним присмотреть. Или третий вариант — воспользоваться условиями на стресс для животных. Чем, собственно, я занимаюсь? Сейчас будем обсуждать плюсы и минусы всех вариантов. Начнём с того, чтобы взять питомца с собой в путешествие. Попробуйте. Сам хозяин... Никто лучше не знает с собой питомца, чем хозяин. И хозяин, когда примет решение, оно должно быть единственное верным. Если вы хотите взять его с собой, начните подготовку заранее. Посмотрите, как ваш питомец поведёт себя в автомобиле. Отправьтесь куда-нибудь недалеко, в чертик города или на окраине куда-нибудь ближайший какой-нибудь посёлок. Посмотрите, как ваш питомец будет вести себя в автомобиле. Если у него начинается тошнота, рвота, диарея, очень катастрофически учащается сердцебиение, он дышит, как собака с открытым ртом, с языком, не нужно дождаться ничего другого, вы разворачиваетесь сразу, возвращаетесь домой. Можете через время, через неделю, да и попробовать ещё раз. Но если ситуация повторяется и усугубляется, то путешествие с вашим питомцем это совершенно не ваш вариант. Это не будет он дофамит для вас и для питомца. Рассматриваем другой вариант тогда. Оставить дома и просить кого-то приезжать в Северн-Двак на несколько раз в день, чтобы его кормили и за ним убирали. Наверное, стоит отметить, что своими близкими людьми являются только те люди, которые проживают питомца. Люди, которые иногда вхожут в наш дом. Но это чужие люди, как ему крути. чужие люди на территории кота. Также люди часто стесняются отказать на не очень ловкие такие просьбы. Недалеко и у всех вызывают я назову на это удовольствие, ну хотя бы нормальную, адекватную реакцию уборка лапка за чужим котом. И вот представляете, человек ежедневно вынужден этим заниматься, он это делает скрипя зубами и вот прям очень сильно это делать не хочет, он не нужен заставлять людей в неловкое положение обходить. Лучше, в мой взгляд, довериться профессионалу. Но если в этом нет проблем, если готовы приезжать на вашу территорию как минимум два раза в день в идеале, и не только убирать лоток, не только кормить, но еще и проводить ну около часа хотя бы, для того, чтобы поговорить, поиграть, погладить, как-то вот растормошить питомца, это, конечно, идеальный вариант. Если ваш статус будет забиваться в угол в присутствии этого человека, ну тоже попробуйте заранее, попробуйте куда-нибудь ехать, допустим, весь день, а ваших друзей попросите или там родственников попросите заехать и покормить, убрать, посмотрите, какая будет реакция, если он забьется в угол, если он не будет выходить, будет шипеть или кидаться, очень опасно, рискованно. Если же кот радушно встречает, дрется, и это не вызывает каких-то серьезных проблем у ваших друзей и знакомых, то вариант очень хороший. Но здесь есть такой момент еще, как и в путешествии с питомцем, так и вот в этом варианте, когда его навещает кто-то, очень высок риск побега, потери животного. Как в путешествии, это, наверное, самое первое место, это очень опасно, то есть сюда должны быть заблокированы двери, окна, он всегда должен находиться в каком-то ограниченном пространстве, чтобы вдруг какой-то резкий звук его не напевал, и он не убежал. Так же и дома кто-то может прийти и случайно не воззакрыть дверь, есть у всех дома какие-то нюансы с окнами, мы знаем свои нюансы в нашем жилище, люди, которые к нам приходят, они этого не знают, поэтому очень часто, когда кто-то приходит премьерить питомца, получается так, что питомец пропадает, убегает, в том числе потому, что он напуган, что кто-то пришел в дом, так что это тоже стоит отметить и об этом подумать. И третий вариант, вариант дарится гостинице для животных, дарится специалистам, которые будут за ним наблюдать. Конечно, для большинства питомцев первые сутки это своего рода стресс, но все зависит от характера животного. Если он радушно приходит, смотрит это новое место, начинает есть там, то практически сто процентов, что он уже в своей тарелке, ему все нравится, ему комфортно, и вам не за что переживать. Допустимо, первые сутки стрессовые это вполне нормально, а так вообще до двух-трех суток пребывания в таком легком стрессе, когда слабый аппетит, когда не очень хочется идти на контакт питомцев. Это все допустимо. Все, что слышу, это уже очень серьезный звоночек, но, как правило, лично в моей практике на данный момент такого не было, я надеюсь, никогда и не будет. Плюс гостиницы в том, что ваш питомец находится под присмотром постоянно, и любые изменения в поведении, в настроении, в аппетите, это специалист в любом случае заметит и свяжется с вами, уточнит, если потребуется, отвезет ветеринарному специалисту. собственно, почему всегда ветеринарная именно гостиница для животных просит привозить с собой ветеринарные паспорта, чтобы в случае необходимости мы могли привести питомца, в зависимости с его паспортом, в котором будет указана вся информация про него. И это гораздо лучше, когда паспорт у ветеринарной есть с собой. Понятно. если гостиница ответственна, если она безопасна, что всегда должно быть на ответственности хозяина, он должен убедиться в том, что именно эта гостиница достойна принятия его питомца. Она должна быть в первую очередь безопасной, она должна быть чистой, стерильной, у нее не должно быть каких-то общих зон, где пересекаются коты. Все должно быть индивидуально, индивидуальный номер, индивидуальный для уборки комплекта, то есть ведра, тряпочки, у каждого свои. И ни в коем случае никогда коты не пересекаются у всех в своей территории. Они могут друг друга ответить, но пересекаться не должны никогда. Повесите, требуйте фото и видео отчет, чтобы вам ежедневно его отправляли, спрашивайте, не стесняйтесь, потому что это ваша ответственность, вы доверяете своего питомца и спрашивать тоже потом в идее вы должны сами с себя, ну и конечно же с гостиницы. Поэтому если подытожить, только хозяин знает, как будет лучше его питомцу, начинайте подготовку к вашему отпуску заранее, продумывайте все варианты, подбирайте себе свой, пробуйте, узнавайте. и я думаю, что вы обязательно прибыльте верные решения. Эльвира, скажите, а к вам обращались вообще в принципе семейные пары, семьи, да, с вопросом по поведению животных, то есть что-то случалось в семье и поведение питомца изменилось? Да, хороший вопрос. Да, обращалась совсем недавно семья, они приходили с запросом по отношениям, да, то есть пришли они втроем, мама, папа и подросток, и в ходе уже нашей работы выяснилось, что есть кот, достаточно породистый, хороший кот, который вел себя не совсем адекватно, он ходил в туалет почему-то в кроссовке папы, да, и когда мы стали эту тему обсуждать, разговаривать с дочкой, и она сказала, что я бы хотела даже папе что-то сказать, но я боюсь эту агрессию выпустить, я хожу, молчу, а конфликт с папой нарастает, и соответственно так бывает, что домашнее животное вступает на защиту своего хозяина, в данном случае своей хозяйки, этой девушки молодой, да, то есть как будто бы мстит, высказать я ничего не могу, но как будто мой маленький воин за меня отомстит, и ситуация разрешилась тем, что мама решила привезти на консультацию папу, они были, дочка с мамой, пришел папа и сказал, да, давайте проговорим, проговорим о том, что у нас скопилось, и свои обиды выскажем, можно сказать, что это не конфликт, а скрытый момент напряженности, который разрешал таким образом домашний кот. Ну, на самом деле, да, животные, они обладают своеобразными свойствами сглаживать острые углы в общении, а здесь, да, самое главное важно при изменении каких-то моментов, ну, во-первых, это вовремя проговорить, да, я тоже была подростком, тоже были небольшие недопонимания со взрослыми, сейчас я это смотрю по-другому, и, да, наши питомцы, они помогали очень сильно сглаживать эти моменты. Они нас как будто бы защищали, да, вносили некую ясность. Мы разобрали два запроса от наших зрителей, на вопросы ответили специалисты, а также наш гость зоопсихолог Нина Сергеевна Чапланова. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. С вами была я, психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, гипнолог и также моя гостья Чапланова Нина Сергеевна, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения домашних животных. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok